Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит. К занятому человеку редко ходят в гости бездельники, к кипящему горшку мухи не летят. В средние века сожгли бы меня, теперь жгут всего лишь мои книги. Любовь и работа — вот краеугольные камни нашей человечности. В кромешных ситуациях любых, запутанных, тревожных и горячих, спокойная уверенность слепых, кошмарнее растерянности зрячих. В житейскую залипнув паутину, не думая о долге перед вечностью, ищу я золотую середину, меж ленью, пофигизмом и беспечностью. Очень много масок у отчаяния, смех отнюдь не худший из них. Огромен долг наш разным людям, а близким — более других. Должны мы тем, кого мы любим, уже за то, что любим их. Слухи о гибели обрабатывающей промышленности США сильно преувеличены США определенно впереди в культуре инноваций. Если кто-то хочет совершить великие дела, нет лучшего места, чем США. Я думаю, что многие американцы более чем разочарованы тем, что высшей точкой для исследований человека стал 1969 год. Мечта человека о космическом путешествии почти умерла для многих людей. Я бы не сказал, что у меня нет страха. На самом деле, я бы хотел, чтобы моя эмоция страха была меньше, потому что она очень отвлекает и поджаривает мою нервную систему. По выбранной мужчиной-невесте, легко судить, каков он, и знает ли он себе цену. Истинное величие начинается с понимания собственного ничтожества. Никто не может судить о других, пока не научится судить о себе самом. Юношеские пороки не следует сохранять до старости, потому что старость приносит свои. Утраченную минуту не может вернуть даже сама вечность. Благодарность забывчивей всего. Едва ли принципы могут сохранить в большей частоте целомудренность души, чем сохраняется любовью благородство сердца. Часто, когда принципы еще ведут борьбу, любовь уже одержала за них победу. Человек вырастает по мере того, как растут его цели. Чем больше человек имеет внутри себя, тем меньше он ждет от окружающих. Люблю ли я соревнования? Дайте подумать, надо собраться с мыслями. Да, красивая женщина привлекает больше, если она желанна и другим мужчинам. Но такая женщина слишком опасна. Я сгорю рядом с ней. Поэтому я и хочу, и не хочу соревноваться. Под маской высокого самомнения и заносчивости обычно скрываются неуверенность в себе, стыд и самоуничижение. Чтобы вырасти высоким и гордым, дерево нуждается в бурях. Даже если вас бросили и вы падаете, не цепляйтесь за что попало. Даже самой верной женщине необходимо время от времени повертеть хвостом, не корысти ради, а так для проверки своей привлекательности. Депрессия это состояние, когда очень хочется отвести душу, но куда бы ты ее не отводил, ей все не нравится. Договоры существуют для того, чтобы их выполнял более слабый. В воздержании не проходит бесследно, у одних появляются прыщи, у других законы об охране нравственности. Невинность – идеал тех, кто любит лишать невинности. Боже, прости им, ибо ведают, что творят. Влюбившийся сердцеед подобен заразившемуся врачу. Профессиональный риск. Лишившись чувства собственной важности, мы становимся неуязвимыми. Все пути одинаковы, они ведут в никуда. Но у одних есть сердце, а у других нет. Один путь дает тебе силы, другой уничтожает тебя. Бесполезно тратить всю свою жизнь на один единственный путь, особенно если этот путь не имеет сердца. Каждый из нас сам делает себя либо несчастным, либо сильным. Объем работы, необходимый в первом и во втором случае, один и тот же. Нет возврата к тому, от чего ушел. Люди, как правило, не отдают себе отчета в том, что в любой момент могут выбросить из своей жизни все, что угодно. В любое время. Мгновенно. Ничто не дается даром в этом мире. И приобретение знания, труднейшая из всех задач, с какими человек может столкнуться. Рассматривать чьи-то действия как низкие, подлые, отвратительные или порочные, значит придавать неоправданное значение личности их совершившего, то есть потакать его чувству собственной важности. Люди всегда обращают внимание на то, что их не касается. Океан времен всегда возвращает нам воспоминания, которые мы хотим утопить в нем. Всего лучшего на свете приходится ждать. Океан времени рано или поздно выбрасывает на берег сознание воспоминания, которые мы в нем топим. Общего одобрения заслуживает тот, кто соединил приятное с полезным. Не наказывай грозным бичом того, кто заслуживает лишь плетки. Скупой всегда в нужде. Душа, довольная настоящим, не станет думать о будущем. Лишь в восторгах любви ощущают счастье существования и, прижимая губы к губам, обмениваются душами. Только рука друга может вырвать шипы из сердца. Желание есть движущая сила души. Душа, лишенная желаний, застаивается. Нужно желать, чтобы действовать, и действовать, чтобы быть счастливым. Тот, кто глубоко исследует свою душу, так часто ловит себя на ошибках, что по неволе становится скромным. Он уже не гордится своей просвещенностью, он не считает себя выше других. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова